Хорошо, ну снова отметим качественную дебютную подготовку со стороны Фабиана. Он сыграл новомодный вариант со слон С5, и Магнус довольно-таки беззубо, на мой взгляд, ответил слон Д2. Я склоняюсь к тому, что в случае, если этот вариант вдруг повторится, Магнус изберёт ход конь Ж5. После слон Д2 получилась довольно стандартная, вообще до английского начала, позиция. Где Б1, здесь у чёрных был ряд путей к нормальной позиции, конь Ф3 вполне разумно. А6, отметим, интересное решение. То есть Фабиана вот таким образом пытается воспрепятствовать Б5. В случае Б5 последует СБ, АБ, А5. Особое удовольствие игрой, где у белых и у чёрных есть слабости, есть в то же время свои плюсы в позиции. Магнус решил, что этот сценарий его не устраивает, сделал абстрактный и довольно слабый ход Владея Е1. Фабиана воспрепятствовал прорыву Б5. И после Е3 и Ф6 получилась позиция, в которой чёрные избавились от всех своих дебютных проблем. И более того, чисто по-человечески, после слона Е4, мне кажется, что их игра даже должна быть проще. Заслуживали внимание ходы Владея Д8, Ж6, Ф6. Но Магнус сыграл вместо этого слон Ф5. То есть, прошу прощения, Карлана сыграл слон Ф5, инициировал размены. Магнус мог, в принципе, от них отказаться, но без особой выгоды для себя он этого делать не стал. Пошёл на вот эту разменную операцию. Сильный ход Б5 со стороны претендента на мировое первенство зафиксировал слабость на Б4. И последующие ходы, по большому счёту, уже ничего не значили. Отметим ещё ход АБ, который Магнус дал понять, что эту партию он выигрывать не намерен. И дальнейшие манёвры, да, не несли в себе большой смысловой нагрузки. Так, Е4, конечно, сыграла не было, прошу прощения, после этого ход слон Е7. Надёжный. И здесь соперники не стали мудрить... А, кстати, каким образом состоялось повторение? Ты же не так... Ну, видимо, вот тот вариант, который ты предлагал, с ходами ладья С1, король Д7... Нет-нет-нет, всё верно, ты прав, его не состоялось. То есть после хода ладья С1... Просто Магнус предложил ничью, а корона согласился. Ну, в общем, локальный успех для Фабиана. Несмотря на то, что в один момент у него сегодня были шансы на перехват. Продолжают чёрные... Ну, в этой партии, я скажу, чёрные сделали ничью с позицией силы. Но не было даже намёка на хотя бы одну проблему у чёрных в этой партии. Ни в один момент. Поэтому чёрные продолжают держаться очень уверенно. У нас одна треть матча позади. Счёт в нём 2-2. И продолжение состоится послезавтра. Мы снова проведём для вас прямую трансляцию. Так что приходите и смотрите. Продолжение следует... Продолжение следует...